короче ближе к телу сейчас у нас 30 число 30 июня 5 часов 16 минут я добрался до плавней сейчас езжаем узкие кущи пока ехал не мог понять где скрипит мой велосипед где скрипят скрипят поют птицы прочее вперед так постояли пошли дальше он ребятки рыбка подпрыгивает вот еще увидим прыжок верно какой-то хищник охотится на мелкую рыбку бывался хватит видели наверно рыбку из этой точки мы тоже не уйдем ребят и сколько здесь пчелок спит и паучок тот у нас ползет вот такой же коллега но он поехал за рыбкой а я за сюжетами так ребятки что я могу сказать вода ушла и ушла достаточно так сказать далеко мне все мерещатся лебеди это не лебеди это бутылки пластмассовые к сожалению это так да вода ушла ушла капитально это у нас товарищи по моему загорающие ну тоже надо в эту сторонку вот такая красота на ваш взгляд да как говорил товарищ гоголь чунин депр при тихой погоде дальше пока не знаю ну ребята горела то она тут совсем недавно co2 выделяет там уже пожару не бывать там уже все сгорело но вонять будет долго и под песок женщина насыпала песок кто-то есть беспокойный неравнодушный потом спрашиваете где кислород где свежий воздух исключительно ради хронометража сейчас у нас 642 и мы направляемся искать лебедя я думаю он находится на верхнем так сказал подаеме новые рубежи сегодняшнего дня что успешить сообщить вам о том что лебедь шиша на месте и мы его сегодня покормим но и вот эти пауки наверное где-то здесь спрятался хорош на пауков наблюдать наблюдай за лебедем за красотой мы тут а здесь а так почему он привязан к этому месту по моим понятиям это потому что там у нас было в том году гнездо и оттуда вышли четверо молодей молодежь малышей которые где-то сейчас летают и продолжают жизнь вот такой я чем заинтересован миши не интересуешься ты как бы ему свистеть не теряет надежды что люди фото помогут его все как по моему дали фото он перекусил и мишенька может ехать дальше как сказала женщина он только находится возле этого места где было в том году гнездо вы в том месте где было гнездо в этом году все я надеюсь что он меня не будет ругать вот так что делает тоже наблюдает за лебедем сколько ему лет адаптирует адаптирует лет я не знаю наверное три месяца три месяца благородный дворянин или нет как как я же говорю дворянин ну под подвальный дворянин ну тоже оно вот и господи так это кадр это стоило мне проехать столько чтобы встретить вас и у запорожья конечно с космоса не ну я проехал волну я проехал тудым тудым на скрипучем велосипеде как они говорят коты это занесены нам для чего как они говорят чтобы за нами наблюдать за нами следить и нас облагораживать какой-то степени ну как раз это у вас первый путенок или уже не первый ну я надеюсь домашний первый домашний который в квартире живет а так я у меня был кот он под подъездом жил я его кормил ну с детства кастрированный серый такой пепельный красивый кот был но в том году я не видел его тело ну короче или дрался или собаки боец был да у нас там по моему боец в соседнем дворе как с которым вот сейчас и серым всегда был черный рядом код он не доминировал он как бы под серым хотя серый серого кастрировали еще ну то есть он был домашний код его кто-то выбросил и он к нам пришел мы его кормили он все равно серый доминировал то есть он первый подходил есть а потом подпускал черного сейчас серого не стало черный за главного там под подъездом и он стал выглядеть серьезно видно что он с кем-то дерется теперь ну это еще молодой дачу не совсем здоровый два года где-то ему это еще ему расти и расти шесть штук было вот если бы все таки вам дали не у него не властью дали как сказать возможность спасли бы вы этих лебедей какие вы могли бы москотите как это рассказать меры действия чтобы они остались живы вы понимаете они не числятся за городом эти птицы то есть и кто-то купил лебедей подарил до сюда здесь выходил там или руководитель предыдущий там из предыдущих каких-то или кто-то но кто имел отношения но на баланс их поставить тяжело то есть сделать вот так вот чтобы они именно как в зоопарке жили чтобы тут какая-то оградка чтобы животные их не ели потому что животные поели их и люди хлебом кормили в основном то есть их спасать не надо они себя здесь хорошо чувствовали но люди ну вот просто один год когда у тебя позапрошу я прям ну тут приходил каждый день выходные дни ноут в такие пиковые чтобы просто не убили лебедя хлебом потому что вот нельзя кормить я прихожу вижу нельзя кормить хлебом и извините хлебом нельзя кормить там и чуть-чуть и аэрена вы тысячные за сегодня вы посмотрите какое и дети подбегают там и чипсы бросали просто я не знаю как-то надо обучать информировать население у меня жена так говорила что надо поставить такой большой плакат чтобы даже слепые бы видели этот плакат вроде бы написано было все так сходу тяжело там я думаю это все возможно надо сесть подумать и решение всегда найдете он должен крылышками помахать опять начал мыться я говорю что он находится там где был счастливый они как-то вот ты по моему с 22 на 23 или с 21 года на 22 туда блин прям на днепре там ребята 858 мишенька направляется домой надо найти этих как он называется абрикос сварить компотек все вперед яблони я не стал фотографировать а вот это дерево с этим плодом я сфотографировал я не знаю что это такое ну что-то наверное вкусное